С наступающим вас Новым годом! Счастья вам! И чего? Здоровья, конечно же, разумеется, в наступающем Новом году. С наступающим Дед Мороз Никита поздравляет со знанием дела. Молодой человек, профессиональный актер. Вот только говорит, для него самого Новый год будет немножко грустным, из-за налога, который с января ведут для самозанятых. Ведь дедушкой он трудится в свободное от работы время. Конечно, в этом грустно то, что ты, опять же, свои кровные, свой хлеб отдаешь кому-то там, зачем-то там, в тот момент, в то время, когда ты работаешь на себя. Тем более, сейчас в наше время так или иначе мало людей верят или надеются на пенсию. И, скорее всего, они собираются зарабатывать деньги сами, чтобы вложить их во что-то. Куда уйдут их деньги, сейчас думают все самозанятые средловчане. Область вошла в двадцатку регионов. По пилотному проекту налогом будет облагаться профессиональный доход. Его будут платить люди, продающие товары и услуги самостоятельно, без наемных работников. В частности, няни, фотографы, репетиторы, визажисты. Новая система по задумке должна легализировать серый бизнес. В том случае, если работы, услуги, реализация товаров будет оказаться физическим лицам, то применяется ставка 4%. В том случае, если какое-то оказание услуг будет происходить юридическим лицам, то будет удерживаться налог по ставке 6%. Кроме того, предусмотрены для впервые зарегистрированных плательщиков НПД, предусмотрен налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей. Вот только многие самозанятые в эксперименте участвовать не хотят. Мол, у них то густо, то пусто. Если платить в мертвый сезон нечем, то и регистрировать бизнес смысла нет. Те же, кто зарабатывает исправно, встать на учет не против. Именно утаиваться как-то специально и играть в кошки-мышки мне не хочется. У меня ни желания, ни времени на это нет. То есть, возможно, правильно все-таки открыться и спокойно отдавать эту часть дохода. Впрочем, пока самостоятельные трудяги могут вздохнуть спокойно. Участие в эксперименте добровольное. Но, уверяют специалисты, плюсов в такой системе немало. В частности, пониженная процентная ставка, отсутствие уплаты страховых взносов и декларации. Перейти на новый режим смогут только те, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. При этом для самозанятых будет действовать отдельная система оплаты налога. Внести ее можно будет через специальное приложение, которое разработала Федеральная налоговая служба. В любом случае, деятельность необходимо узаконить. Ведь контроль за ней все равно ведется. Через банки и закупки. А, как известно, нелегальный бизнес наказуем. Ответственность будет 20% от суммы неуплаченной. То есть, 20% от суммы, которую в качестве налога должен был заплатить налогоплательщик. Если в течение 6 месяцев это лицо повторно совершает правонарушение, не уплачивает, то это уже будет 100% суммы. То есть, в два раза от суммы налога, которую он должен был бы заплатить. Так что новый способ налогообложения для самозанятых может оказаться самым лучшим. Тестировать его планируется до 2028 года. Юлия Анашкина, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.